всем привет с вами вова ломов и теплица социальных технологий сегодня о цветокоррекции в да винчи цветокоррекция это то с чего собственно начиналась эта программа и до недавнего времени этим она и заканчивалась поэтому описать весь процесс цветокоррекции в одном скринкасте невозможно тут а 10 не хватит тут только обзор интерфейса со всеми фичами займет часов 10 поэтому очень коротко только о том что может понадобиться на начальном уровне и так у нас есть смонтированный ролик переходим закладку color во первых можно открыть закладку таймлайн и видеть все треки как на монтажном столе можно открыть клипс и представление будет более наглядным я вам сразу советую переходя к цветокоррекции подрезать все клипы и перевести монтаж в последовательный вид делается это быстро избавит вас от лишних проблем можете этого не делать и тогда поймете о чем я говорю размер окна регулируется колесом мыши а двигается нажатием на колесо мыши нажали двигаете далее собственно окно настроек рабочая среда тут их не просто много тут их очень много потому что в каждой закладке кроме настроек по параметру есть еще и вот такие переключатели на другие параметры вот например сколько их в кривых и каждый параметр отвечает за что-то свое но пусть вас не пугает такое обилие настроек а если вы тут полазите то поймете что их просто какое-то бесконечное количество для начала вам достаточно только вот этой закладки color wheels цветовые круги вот здесь наверху посередине выбираете закладку я просто не помню что тут стоит по умолчанию причем я редко пользуюсь самими кругами я использую праймер из барс и это в принципе основное окно по работе с цветом поэтому мы сюда еще вернемся а пока том что вам еще может понадобиться вот это кривые как я уже сказал для тех кто любит работать с кривыми настоящий подарок выделение по цветам это уже для профессиональной работы маски тоже в принципе уже для профессионалов короче единственное что тут лежит на поверхности что не требует погружения это размытие резкость простая штука бывает востребована иногда далее ключевые точки это совсем уж для специфических задач поэтому смело можете включать тут всевозможные скопы 2 форм вектороскоп но я больше люблю rgb парад вообще можно кликнуть на изображение в мониторе правой кнопкой мыши и выбрать show scopes появятся все четыре основные это очень полезная вещь по ней точнее по ним и равняют цвета если говорить про rgb парад то он показывает сколько красного зеленого и синего в кадре и где какой цвет проседает или наоборот задран вот например в этом кадре все достаточно нормально примерно равное количество цвета во всех каналах а здесь видите что происходит такая лестница ну и по кадру видно что он синий это на съемке была ошибка в установке баланса белого вообще такие кадры практически не равняются это брак но давайте покрутим тут все просто вам нужно довести нижнюю точку до нуля нижние это значит тени а верхнюю света до тысячи потом подровнять все на глаз середины и сделать так чтобы картина цвета была примерно одинаковая по каналу ничего не понятно пока сейчас вот этот вертушок отвечает за тени вы просто зажимаете его левой кнопкой мыши и тяните вправо или влево вам нужно чтобы все цвета касались нулевой отметки если в кадре нет специфических цветовых блоков вот этот вертушок отвечает соответственно за середину теперь ровняйте цвета видно что синий задран вверх опустили он получился растянутым не похожим на остальные в середине его нужно под сплющить это также делается либо просто зажатой левой кнопкой мыши либо вращением колесико мыши над нужным цветом получилось уже ближе ну и крутите все дальше пока не добьетесь примерно равной картины тут еще все стало немного сером можно добавить цветности внизу есть настройки сатюрейшн контраст и так далее вообще кадр конечно убитый но даже его можно подровнять если сильно помучится а вот этот наоборот вполне ровный немного нужно опустить внизу вверх опускать бесполезно видите он его обрезает вверх должен доходить до 1000 поэтому можно середины чуть опустить свет ну и примерно все сделает цветокоррекцию это значит подровнять кадры по цвету и свету друг под друга это первое и главное а потом уже можно добавить художественных изысков поэтому еще два слова о нодах ноды это основная фишка да винчи ноды это узлы действия которые вы выполняете давайте добавим существующие еще какой-нибудь ноду обычную корректор и в ней чего-нибудь накрутим вот мы ее накрутили и вот мы ее отключили или опять включили или вообще удалили нод может быть много они могут сложно взаимодействовать между собой но это уже тоже высший пилотаж это для тех кто захочет стать в да винчи профессионалом все ваши настройки по кадру можно сохранять причем он сохранит всю последовательность нод правая кнопка мыши граб стил и в галерее появляется новый стил не знаю как перевести вы кидаете его на нужные кадры и копируете весь набор настроек и теперь когда вы все подровняли можно сверху уже кинуть на весь клип какую-нибудь цветовую схему вот тут есть закладка клип и закладка timeline то есть работа с отдельными клипами или совсем фильмом выбираете timeline добавляете ноду например корректор теперь нужно кинуть провода на вход и выход и в ноде уже что-нибудь по накрутить например можно кинуть лут правая кнопка мыши фильм лукс какая-нибудь пленка типа кодек чего-нибудь еще покрутим и получаем вот такую псевдо киношную картинку во всем фильме по цветокоррекции в да винчи можно конечно снимать много с цветом эта программа работает конечно удивительно хотя для хорошей цвета коррекции нужен скорее хороший глаз чем обильные знания по фичам и настройкам впереди у нас последний скринкаст по настройкам рендеринга и работе со звуком ссылка на плейлист со всеми уроками в описании все любите друг друга добавляйте ярких красок в вашу жизнь и не только на монтаже подписывайтесь на наш канал оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том что еще вы хотели узнать у теплицы социальных технологий